Это не просто насильственное перемещение украинских детей в Россию, это также насильственное силовым методом смены их гражданства, смены их фамилий, имен, то есть данных, и это также усыновление, особенно детей, которые настолько являются маленькими, что они просто не знают, что они являются украинцами. И именно за эти преступления, в том числе, мы объявили подозрение двум депутатам российского парламента, которые не просто этого не скрывают, а которые этим даже гордятся. Поэтому мне кажется, что, во-первых, вопрос того, чтобы идентифицировать, где дети находятся, это вопрос, с которым мы работаем постоянно, не только украинская правоохранительная система. Тут мы сотрудничаем и с разведывательным сообществом не только Украины, но и других стран мира. Детали не могу говорить. Далее, мы очень плодотворно сотрудничаем с институтами гражданского общества. Вы помните об отчетах Conflict Observatory Ельского университета? То есть мы поддержали эту инициативу, они получили следующий мандат. Да, они, безусловно, не могут идентифицировать, то есть сделать мейпинг, место пребывания всех детей, но то, что мы можем находить, это дает нам возможность надеяться на то, что, когда будет реальная возможность вернуть детей, мы сможем идентифицировать их и вернуть домой. Это второе. Третье. Безусловно, мы сотрудничаем в том числе с гражданским сектором. Это наши, знаете, осень-сообщества, которые также помогают нам устанавливать местонахождение детей и устанавливать факты, где дети были поданы усыновлению. Очень важно также то, что Россия же знает об этом, поэтому они меняют, перемещают детей из одной институции в другую. И это усложняет, например, если у нас есть информация, что они где-то находятся, а потом они их могут переместить. Поэтому это постоянная работа, которой занимается не только Украина, но и весь мир. И возвращаясь к предыдущему вопросу, мы не можем об этом говорить как о том, к чему мы все привыкли. Мы должны понимать, что если такое Россия пытается сделать с украинскими детьми, она может сделать с другими. И любая другая страна такого же авторитарного режима такое же может сделать с другими детьми в другой части мира. Поэтому мир спохватился, нас поддерживает. Для того, чтобы сделать механизмы действенными, нужно время. К сожалению, нужно время. Мы всеми силами делаем так, чтобы это время было уменьшено.